Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня очередной обзор многодетных семей. На повестке дня Тарантины, Жубревы, Перова и Бровченко. Начнем с Тарантиных. Настя каждый божий день ходит за покупками, за продуктами. Ну, насколько я понимаю, у нее такое хобби. Говорит, машины нет, поэтому в руках, соответственно, много не унесешь. Вот, и приходится ходить каждый день. А что, нельзя вместе с мужем и со старшими сыновьями сходить в магазин, спокойно закупиться, дабы, так скажем, не ползать туда каждый божий день за одним и тем же. Или вообще, ну, раз нет у вас машины или муж на работе, и мальчишки там заняты, да, как говорится, можно спокойно взять, вызвать такси, набрать всего в магазине и доехать со спокойной душой, доехать как королева в машине, и все будет замечательно. Но, насколько я понимаю, либо Настя об этом не додумалась, либо она простых путей, как говорится, не ищет. Смотрю, рекламирует она каналы, многодетные каналы, и показывает, что же она накупила в магазине. Показала два небольших кусочка мяса и говорит, буду с этого мяса готовить мясо картофельные драники и пельмени. В общем, насколько я поняла, решила она побаловать своих домочадцев. Планы на эти два кусочка просто наполеоновские. Правда, позднее уже сказала, когда они нажарили, налепили этих драников, сказала, что в основном, конечно, эти драники не мясные, а больше картофельные. Творог, смотрю, намесила в миске, поставила в одной тарелке младшим детям. Вы знаете, мне эта картина напомнила Колесниковых. Те тоже все с одной миски едят, чтобы посуду потом не мыть. Ну вот как-то так. Далее Жубрева. Жубрев Саня у нас выходной. Ну и, как обычно, решил он побаловать свою киску. Готовит ей и всем членам семьи салат Цезарь. Рассуждает о женщинах. О женщинах и об их обязанностях домашних, которые постоянно на кухне. Говорит, понимаю, что бытовуха настолько напрягает. Видимо, по этой причине Саня решил помочь Иришке на кухне, чтобы не напрягать ее лишний божий раз. Опять рассказывает о том, что пытается бросить курить. Насколько я помню, бросает он уже с января месяца. Видно, все бросает, бросает и никак добросить или забросить не может. Ну а далее, как всегда, пел песни, отпускал шутки про толчок и про все на свете. При всем при этом при Семе, который там постоянно сидел на кухне. Сашка мелкая забегала. Ну, в общем, у Сани все как обычно. Сразу видно, что он отдохнувший, что он не работает, потому что, когда он приходил с работы, было видно, что он выжатый, как лимон. Сил не было у него абсолютно ни на что. А здесь, как всегда, Хохмид шуточки свои отпускает. В общем, все у него замечательно и здорово. Ну а далее уже, когда показал, как же он, значит, приготовил этот салат, да, говорит, надо экономно натереть сыр в конце на мелкой терке. Мол, сыр нынче дорогой товар, да, дорогой продукт. Ну да, ну да, курить и пить, а также делать ногти у нас недорого. А вот сыр прям деликатес самый настоящий. Как и яблоки за 99 рублей за килограмм, за которые они мелких девчонок, да, чуть не поубивали, как говорится. Ну, это шутка, понятно, я все это утрирую, но все-таки, да. В общем, все, как говорится, по-разному живут, да. Далее у нас с вами на повестке дня Перовы. Перовы отмечали день рождения младшего сына Пети, сходили в развлекательный центр с сыновьями, поиграли, погуляли. Знаете, вот было видно, что Аня с Васей, по-моему, радовались больше, чем дети, вот этому всему походу. Ну а далее пригласили на день рождения Пети гостей к себе домой. Аня, пока, значит, все готовила, сказала о том, что на день рождения Пети хейтеры написали очередную жалобу в опеку. Она утверждает, что полно уже было таких жалоб, да. Их постоянно проверяют соответствующие органы. Просто она как бы об этом не снимает и не выкладывает все это дело на YouTube, да. Ну, насколько я понимаю, люди беспокоятся действительно за Петю, за его здоровье, за то, что родители не занимаются его здоровьем. То есть, ну, в принципе, такое может быть. Аня удивляется при этом, пожимает плечами. Не знаю, то ли они сразу засобирались вот после этой жалобы в опеке, да, в больницу на месяц, причем она сказала, то ли эта поездка была у них, конечно, возможно, скорее всего, запланирована заранее. Не знаю. Но опять же, это обратная сторона медали, да. Поскольку они блогеры первого, да, на YouTube выставляют свою жизнь, свою жизнь без прикрас на показ по полной программе. Возможно, знаете, не стоит показывать все как есть, чтобы потом не получать, так скажем, по шапке. Даже мне, вот, обзорному каналу часто пишут, а давай-ка, а ну-ка, бери-ка, покажи-ка себя. Зачем? Для чего? Есть разные контенты, как я всегда говорю, да, есть обзорные каналы, есть влоговые каналы. Ну, вот, если бы даже, допустим, представить, если бы у меня был бы влоговый канал, я бы никогда не стала показывать все подряд и всех членов своей семьи подряд. Тем более, если, допустим, моя семья не хочет в этом участвовать. Зачем? Ну, Аня, кстати, да, обещает, что несмотря на то, что они будут целый месяц находиться в больнице, она сказала, буду в любом случае снимать, и как бы все будет нормально, то есть, да, канал как бы никуда не денется. Ну, что ж, поживем, увидим, посмотрим, что у них будет дальше, да. А Бровченко, Бровченко, Бровченко поехали на горнолыжный курорт. Едет Боря с сыновьями в машине, довольный, счастливый, отдыхает, так скажем, от женщин, да. Ну, в общем, и от домашних дел, насколько я понимаю, получили они такой подарок, как я уже говорила, на 23 февраля от жены и от дочери. Смотрела, как Бровченко учил кататься своих сыновей, кататься на лыжах. Лыжная трасса была классная, мне очень понравилась, да. Но вот честно, для неподготовленных, для тех, кто на лыжи встал первый или второй раз, на самом деле я бы сказала, что она достаточно опасная, надо было бы очень-очень аккуратно. Вот, всем им понравилось, да, делились они впечатлениями в конце, сказали, что хотят еще. Честно, я им даже позавидовала, я обожаю лыжи, обожаю вот лыжи, коньки, все, что связано с зимними видами спорта, лыжи вообще обожаю, это просто моя любовь, как говорится, да. Я им позавидовала, что у них была прекрасная, отличная трасса, погода была прекрасная, вот примерно такая же, как у меня вот сейчас в видео, да. Ну, в общем, что, замечательно кататься на лыжах при такой погоде, просто супер. Ну, а далее, отдали они, зашли в кафе, поели пиццу, в общем, посидели, так скажем, отметили, да, отметили день на свободе, ну, вот как-то так. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю. Естественно, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за ваши комменты, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши просмотры. Все, мои хорошие, всех целую, всем пока.